Вообще есть две тактики стрельцового отношения, два направления. Есть тактика войны, это тоже отношения, несомненно. В каких-то обстоятельствах это необходимо знать, что такое тактика войны. Если вкратце сказать, что такое тактика войны, око за око, зуб за зуб, то есть там справедливость должна быть. Ну, помните, как пророк Мухаммед вел эти священные войны, и там эта тактика применялась. Первая война случилась, и они посчитали, сколько потеряно с той стороны, с другой стороны, посчитали, точно определили, так, вот теперь у них долг, нужна вторая битва, чтобы восстановить справедливость. Вот как удивительно в этой истории, вторая битва точности сравняла счет. Потери были равны после второй битвы. Око, зуб за зуб, но все, мы теперь успокоились, отомстили. Вендетта ведь была тогда. Ведь в то время управлялось общество кланами. Если ты совершил что-то несправедливое по отношению к моему клану, ты должен принять от меня точно такую же несправедливость и успокоиться. Если ты убил моего человека, я убью твоего человека, и теперь мы можем жить дальше. То есть это хранилось законом кровной мести. Это тактика войны. То есть люди жили так. И вроде бы это справедливо же, правильно, а зачем тогда приходит пророк? Так все, люди справедливо живут. Украл, его накажут, убил, отомстят. Все регулируется так или иначе. Но пророки приносят нам другое — мир. Об этом и мы тоже думаем только пророки. Да мы тоже об этом думаем. Мы же хотим мир и в семье, и дома, и на работе, и в обществе, и в мире. А вот задачка. Какая же тактика мира? Вы знаете, тактика мира античеловечная, невыносимая. Мне трудно еще будем с этим согласиться. Формулу сейчас скажу. Держитесь крепко. Формула мира — это для великих только людей. Тактика войны знает даже кошки и собаки. А вот тактика мира редко кто может применить. Это мне сказал один великий духовный учитель. Он сказал, я знаю эту формулу, но применить ее очень-очень трудно. Она известна даже во многих регионах ведической культуры. Но вот сложное в чем, что никто за нас это не сделает. За нас могут отомстить, за нас может суд поработать, тактика войны. Есть целая организация военных действий, конечно же. Но вот в этом, в тактике мира, никто за нас это не сделает. Формула звучит так на санскрите. Тринад Апи Суничина Тарр Апи Сахишнуна Аманина Аманадина Кирта Ниасада Хари. То есть Кирта Ниасада Хари — это последняя строчка, где говорится, что ты будешь счастлив постоянно, если освоишь эту формулу. Но пройдешь ты через ад и яд сначала. Сам. Чтобы достичь этого, ты должен стать великим героем. Тринад Апи Суничина должен стать смиренным, как трава на дороге. Солома. Ого-го. Это я своим детям говорю. Будьте послушны. Это я своим подчиненным на работе говорю то же самое. Подчиняйтесь. Будьте смиренными, как трава на дороге. Вот что говорю, то вы делаете. А если скажу какое-то крепкое слово, терпите. Это следующее. Терперием как дерево нужно быть. Как трава, как дерево. О, какие формулы. Это для меня дается. Не для кого-то еще. Если я все-таки смогу развивать эти качества, мы будем их пояснять сегодня. У меня появляется могущество эти качества передавать другим. Это формула мира. Начинается другая цивилизация отношения. С одного человека. Это распространяется очень могущественно. Если мы поймем эту формулу правильно. Ни рабское подчинение, нет, не путайте, пожалуйста, ни слабость, ни трусость. Это имеется в виду. Но это еще решиться нужно, простите меня. Не имитация, не подделка, а настоящие качества. Это качество великих людей. КОНЕЦ КОНЕЦ